Боль зарождается на периферии. Все наши периферические ткани снабжены специальными датчиками. Мы их называем нотоцепторы. Они реагируют на повреждения, на высокую температуру, на резкое охлаждение. Все то, что является повреждающим. Это мы называем источник боли. И очень важно знать, что происходит здесь на периферии. Это, кстати, один из наших главных фокусов. Понять, где и как зарождается боль. Потому что один из главных принципов в этой области – лечи боль на месте возникновения. Потому что если не заблокировать в месте возникновения, она пойдет по проводящим путям, которым называемая нотоцептивная система. И сформирует на более высоких этажах этой системы патологические, пластические изменения, предрасполагающие хронической боли. А куда же идет боль? Она расходится по многим центрам. То есть одним из центров, конечно, является кора. Потому что боль, в отличие от нотоцепции, нотоцепция – это просто передача болевого сигнала. А боль – это то, что мы перерабатываем и осознаем нашим сознанием. То есть это процесс, который кульминирует в коре больших полушарий. Но кроме этого, сигналы поступают в другие центры, которые придают эмоциональный аспект. Допустим, вот такая область, которая называется амигдала или по-русски миндалина. То есть эмоциональный компонент, как мы переживаем боль, связан именно с тем, что сигнал поступает в эту миндалину. И некоторые люди, в зависимости от того, как эффективно туда проводится процесс, и насколько активна эта миндалина, или резко реагирует на боль, а другие толерантны. Мы прекрасно знаем, что в определенных условиях, даже при сильных повреждениях, во время боевых сражений, немало примеров, когда с огромной травмой, даже порой лишенные руки люди продолжали сражаться, не чувствуя боли. Это говорит о том, что эмоциональный компонент боли играет существенную роль. Кроме того, помимо центров, которые запускают боль в нашем мозге, есть система противодействующей боли. Есть проноцицептивная система, и есть антиноцицептивная система, которая формирует специальные тормозные пути, которые могут спускаться на уровень спинного мозга и запретить поступать этому болевому сигналу в высшие центры по каким-то физиологическим, патологическим или иным соображениям. Боли – это очень широкая область, и каждый находит свою нишу в этой большой области. Для меня своей нишей является исследование механизма боли при мигрене. Оказалось, что эта область значительно отстает от других фундаментальных механизмов понимания боли, такой, как канцерная боль при онкологии, боль при кардиологии, нейропатическая боль. И во многом это было связано с тем, что для мигрени не было адекватных моделей на животных. Ведь во многом наука движется благодаря тому, что на крысах, на мышах, на более простых организмах мы исследуем то фундаментальное, что лежит в основе базовых физиологических или патологических процессов. А потом переносим эти знания в клинику. С мигренью долгое время эта область исследования на животных отставала. Но вот сейчас разработаны методы, в том числе те, о которых я говорил, и это сильно ускорило. Это была как мощная инъекция для того, чтобы народ обратил внимание на эти проблемы. Научные фонды в разных странах стали организовывать конкурсы, в которых стала звучать проблема мигрени. Есть преобладание мигрени у женщин. Это связано с определенными гормональными циклическими изменениями. Примерно в три раза мигрень более часто встречается у женщин. У мужчин часто это связано с физической нагрузкой. Я лично верю, что много мигрени, но не одна однотипная мигрень. А это означает, что к каждому пациенту надо персонально подходить, понимать механизмы развития данного заболевания у данного пациента и назначать индивидуальное лечение. Панацеи нет и полностью эффективных средств лечения мигрени до сих пор нет. Я знаю, что очень популярен термин «зеркальная лаборатория». Реально мы сейчас создали зеркальные лаборатории в Финляндии и здесь, в Казани. Мы разрабатываем новый метод, который называется нейромодуляция. Это один из самых модных и активно развиваемых методов, когда с помощью электрической или магнитной стимуляции меняются процессы функционирования нервной системы. В том числе есть большая надежда, что с помощью нейростимуляции удастся подавить сильную головную боль при мигрени, которая порой не поддается медикаментозному лечению. Мы пробуем разработать методику неинвазивной стимуляции, то есть без внедрения электронов в мозг, что по понятным причинам весьма желательно, мы пытаемся изменить динамику болевой активности так, чтобы ее подавить. Это одно из самых, на мой взгляд, перспективных направлений в развитии лечения боли. Нам нужно эту батарею тестов значительно укрупнить и связать в единую цепочку с исследованиями инвитера. Затем очень важно лучше прорасти здесь, в окружении КФУ, в содружестве с другими лабораториями, с Open Labs, исследователями из других кафедр или даже из других институтов. Вот, кстати, у нас запущено сотрудничество с химиками-органиками, которые обещали нам наладить определение одного из ключевых биомаркеров нейродегенеративных заболеваний и заболеваний, связанных с патологией ноцептивной или болевой системы. Это вещество гомоцистеин. Это аминокислота, которая у нас присутствует нормально в нашей крови, в нашем организме, в количествах немалых. Это 10 микромолей. Но при целом ряде патологий и при определенной генетической форме мигрени концентрация этой аминокислоты существенно растет. И многие патологические следствия этого роста проявляются как в гибели нейронов, так и в избыточной сигнализации, болевой сигнализации. То есть для нас это очень интересная молекула, которая может раскрыть причины целого ряда патологий. У нас установились контакты с физиками. Есть open lab по электронному парамагнитному резонансу. Марат Гафуров возглавляет этот open lab под протекторатом профессора Таюрского. У нас есть совместные планы с ними. С математиками мы разрабатываем новые методы анализа. Кроме того, здесь мы установили связи с Евгением Генчим Никольским. Это open lab нейрофармакологии. И один из проектов, который мы развиваем, это участие ацетилхолина. Это классический нейромедиатор в механизмах боли. Вот, допустим, у пациента можно вызвать приступ мигрени, если ему ввести, если, естественно, он согласен и все этические формы сохранены, внутривенно ввести аналог ацетилхолина. У него возникает типичная головная боль. Но это феномен, а лежащие в основе механизмы мы как раз и развиваем с Евгением Генчим Никольским. Кроме того, у нас состоялся очень детальный разговор с Альбертом Анатольевичем Резвановым. С ним мы планируем исследовать профиль тех цитокинов, которые возникают при мигрении, используя вот эти вот животные модели мигрени. То есть мы вызываем или моделируем мигрень у животного, затем забираем образцы, и нам помогает Альберт Анатольевич определить, какие же активные действующие вещества появляются в большом количестве, уровень которых снижается. Это такая отчасти пока поисковая работа, но это фундаментальная работа, которая открывает новый горизонт исследования мигрени. Исследование боли – это на сегодняшний день одно из приоритетных направлений в биомедицине. Но создается парадоксальная ситуация, что, хотя боль знакома всем, и ею занимаются и анестезиологи, и онкологи, и кардиологи, но получилось, что боль отчасти – это, есть русское такое выражение, «уси меня, не к дитя без глазу». То есть оно оказалось как бы всем знакомо, все этим занимаются, но не существует как бы единой дисциплины, которая целиком и полностью была посвящена вопросам боли. Мы вот сейчас обсуждаем в своем кругу, что, возможно, в системе медицинского образования необходимо введение или дисциплины, или на первых порах курса по алгологии. Это короткое название науки о механизмах боли – алгология. Эта идея поддерживается очень многими, в том числе, скажем, в Финском университете. Директор Юка Мюнкенен, с которым я обсуждал этот вопрос, он полностью эту идею поддерживает. Но это, конечно, требует проработки, это требует и организационных, и финансовых вложений. Но вопрос интересный. И, скажем, было бы здорово, если вот сейчас в тренде развития медицинского образования в КФУ, вот КФУ выступил бы пионером вот в таких новых дисциплинах, которые играют ключевую роль для жизни пациентов и любого человека практически. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова